Доброе утро, друзья! Это «Маланка. Регионы». Ждем ваших лайков и комментариев, ведь с их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще, а география просмотров будет становиться намного шире. А значит, именно от вас зависит, насколько большая аудитория сможет узнать всю самую актуальную и правдивую информацию о Беларуси и ее регионах. Россия перебросила в Беларусь по меньшей мере 15 зенитно-ракетных комплексов ТОР. По сообщению канала железнодорожников в Беларуси, 25 ноября эшелон отправился с ЖД-станции ЕИС Краснодарского края. Через пару дней он был замечен на станции Орша-Центральная, но пунктом его назначения является грагородок Лесная Барановичского района. Помимо самих комплексов, поезд перевозит инженерную и вспомогательную технику. Железнодорожники отмечают, что это не последний военный эшелон из ЗРК ТОР, который перебросят в Беларусь. Судя по заявлениям представителей вооруженных сил Украины, пока российские войска не готовы к новой попытке прорыва в сторону Киева с территории Беларуси. Но так как силы стремительно накапливаются, то этот вариант развития событий становится все более очевидным. Хотя по данным издания «Флагшток» и мониторинговой группы «Белорусский Гаюн», последние месяцы активность российских сил на территории Гумельской области наименьшая за все 9 месяцев войны в Украине. На днях в Могилевском государственном университете прошел ежегодный семинар, на котором обсуждалась религиозная ситуация в регионах. Рутинное мероприятие с участием представителей госполкомов должна была пройти без эксцессов и скандалов. Но неожиданно бывший ученый, а теперь председатель комиссии Совета Республики по науке и образованию Олег Дьяченко, заговорил об экстремистских наклонностях сотрудников разных конфессий. Он заявил, что перед приглашением священников в школы и организации необходимо быть уверенным в том, что они идут в массы с правильным посланием. Дьяченко подчеркнул, что священнослужители являются опорой государства, с помощью которой будут решаться задачи, связанные с избирательными кампаниями 2024 и 2025 годов. Напомним, по белорусскому законодательству в эти годы должны состояться парламентские и президентские выборы. По мнению чиновника, религия не должна противоречить общей идеологии государства. При этом, какие конкретно конфессии или религии попали в число экстремистских, защитник нравственности так и не озвучил. Непонятным осталось и то, как должно определяться, где священник выполняет свой пастырский долг, а где уже является экстремистом. В Пинске люди больше года не могут вернуться в квартиры после капремонта. Первоначальное восстановление двухэтажки со столетней историей должно было занять пару месяцев и закончится еще год назад. Однако в доме до сих пор не подключен свет и не убран мусор. Об этом изданию «Медиаполете» рассказали жильцы, которых еще в августе 2021 года выселили на время ремонта. Речь о двух домах на улице Комсомольской в Пинске, которые признаны историко-культурной ценностью и находятся под охраной государства. Их построили в 1917 году, и с тех пор капитальный ремонт ни разу не проводился. Из удобств в квартирах имелись холодная вода и центральное отопление. Газ проводился из баллонов, а туалет находится на улице. На всех жильцов две кабинки. Поэтому объявления о капитальном ремонте, который должен был привнести в квартиры всю цивилизацию, восприняли с радостью. Теперь люди обивают пороги чиновников, пытаясь вернуться в свои квартиры, ведь работы в доме уже завершены. Но пока это не принесло результата. В столбцах председатель райисполкома торжественно открыл небольшую табличку с QR-код для памятника советским воинам. По этому поводу на площади бессмертия прошел митинг, на котором слабовольные жители города без энтузиазма размахивали бумажными и матерчатыми флажками. Акция, которая получила название «Символ единства», была придумана провластной федерацией профсоюзов и организацией «Патриоты Беларуси», которая известна своими бессмысленными автопробегами по всей стране и попыткой привлечь внимание молодежи к советским памятникам. Вся суть собрания в столбцах заключалась в том, чтобы прикрепить к монументу небольшую табличку с QR-кодом. После его сканирования смартфоном открывается сайт, рассказывающий об истории братской могилы в Ступцах, где захоронены сотни советских воинов, погибших во время Второй мировой войны. Все мероприятие так понравилось организаторам, что под конец они твердо решили устроить подобные акции с установкой QR-табличек на памятниках во всех 118 райцентрах страны. Друзья, напоминаем вам про наш сайт, где мы публикуем самые свежие новости практически круглосуточно. Ну и если вам надоело использовать VPN, то качайте наше приложение в App Store и Google Play и следите за всеми событиями без помех и опасений. «Маланка новости» и «Маланка регионы» также выходят в аудиоформате на всех основных площадках. Ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. До встречи завтра и Живи Беларусь!